В городе Нур-Султане появился очередной пафосный, монументальный памятник великому казахскому борцу Кажмукану Мунаит-Пасову. Памятник – это дело хорошее, памятники, поднимающие патриотический дух – это тоже очень хорошее дело, но памятники, которые искажают нашу историю, я считаю, это совершенно неправильное. То, что не должно происходить в Казахстане, особенно в столице нашей Родины, и я считаю, что памятник Кажмукану Мунаит-Пасову в столь пафосной позе, в столь монументальном изображении – это совершенно недопустимая вещь. Смотря на этот памятник, наши казахские дети неправильно поймут историю, связанную с великим борцом Кажмуканом Мунаит-Пасовым, не поймут самого главного урока из его жизни, из его биографии, а именно то, что нельзя оставаться аполитичным в этой жизни, нельзя быть слишком добрым в этой жизни, нельзя быть наивным и так далее и тому подобное. Просто почитайте биографию этого борца, и вы все сами поймете, если действительно приложите к этому некое умственное усилие. Кем был Кажмукан Мунаит-Пасов до революции? Обычным циркачом, который веселил народ. Ну ладно, и скажете, Иван Поддубный и прочие тоже были циркачами, но Иван Поддубный, в отличие от Кажмукана Мунаит-Пасова, всегда выступал под своим именем. Так и писали везде Иван Поддубный, а наш борец выступал под именем то японского какого-то самурая, то какого-то татарского героя былинного. Иногда его обзывали Киргиз-Кайсаком, слова казаха тогда не было. И в общем-то вот вся его шоубезная деятельность до революции никак не связана с наименованием казахского народа, с казахскими интересами. И Кажмукан Мунаит-Пасова тоже все это вполне устраивало. Он тогда был таким же героем, как сейчас нынешние герои вот этих всяких ТНТ-шоу, всяких комедий-клабов, которые тоже, кстати, между прочим, до сих пор хорошо не извинились за оскорбление казахского языка, вот эти вот курлы-мурлы и так далее и тому подобное. Кажмукан Мунаит-Пасов был таким же резидентом комедий-клаб, как вот сейчас нынешние вот эти вот деятели казахской якобы культуры. Во время революции, да, во время революции, почитайте, это очень важно, во время революции он был противником Аллаш-Орды, он подвергся вот этой агитационной работе красноперых комиссаров в городе Омске, да, и пошел во главе вот этого босяцкого движения казахского против Аллаш-Орды, брал штурмом их офис в городе Омске, разгонял эту партию, был в числе черносотенцев. Ну, хорошо, что у них, конечно, не получилось, но тот факт, что он вот мешал работе нашей казахской интеллигенции, он есть, и он зафиксирован, и он зафиксирован в таких советских пропагандистских произведениях, как вот «Повесть Тернистый путь», забыл, кто и написал, сейчас я посмотрю, «Повесть Тернистый путь» был написан Сакеном Сейфулиным, в этой повести вот конкретно изложен исторический факт о том, что Кажмукан Мунайт-Пасов разгонял деятелей партии Аллаш-Орды, гонял по городу Омску нашу казахскую интеллигенцию, я даже зачитаю отрывок из этого произведения, ведь я знаю, что любителей почитать среди моих слушателей маловато, конечно, к сожалению, поэтому я иду к вам навстречу и прям зачитаю часть этого произведения про Кажмукан Мунайт-Паса, а уже делайте выводы, соответствует этот памятник, пафосный памятник городе Нур-Султане, вот этим, тем заявленным фактам историческим, которые здесь изложены. В приведенной, это я уже читаю произведение, тут историческая справка идет, в приведенной мною статье, говорит автор произведения Сакен Сейфулин, пропагандист Аллаш-Орды Мержакип Дулатов, заискивая перед народом, незатейливо повторяет о том, что будто бы только Аллаш-Ординцы являются истинными защитниками интересов казахского народа, это действие в Омске, городе в Омске происходит, сторонниками его свободы и благоденствия. Этот прием был не новым, прикинуться защитникам бедняков стало излюбленным приемом лживой буржуазной пропаганды, это так любили писать в советское время про правдиву Аллаш-Орды, дальше читаю. В ответ брани по адресу Аллаш-Орды не отставала и газета «Ушжус», но если учесть, сравнивать состав и образованность руководства той или иной партии, опыт той или другой газеты, то волей-неволей выводы приходится делать не в пользу «Ушжус». Это народная газета бедняков. А в Аллаш-Орде состоялись сливки буржуазной верхушки, сынки высокопоставленных чиновников, получившие воспитание в царских гимназиях, потомственные мырзы, можно сказать, элита нации. А в этой газете «Босяцкой красноперы» в «Ушжузе» собрались омские городские жители, мастеровые, емщики, пастухи, в основном городская неграмотная беднота. И оказался среди этой неграмотной бедноты известный борец Хаджмукан, бывший ранее пастухом, вот так вот пишется в произведении. И далее приводится. В дискуссиях, в словопрениях, образованная знать, то есть Аллаш-Орда, безусловно, была сильнее, а в своих действиях более гибка. А ее необразованные противники, то есть вот этот вот, в том числе и наш герой, борец Хаджмукан Мунайдпасов, выделялись своей простотой и бездушием бедняков. Бесхитростно и без коварства они действовали только напрямик. Но пословица говорит, тот, кто сильнее физически, победит троих, а тот, кто сильнее знаниями, победит тысячу. Хаджмукан мог уложить на лопатки десяток Аллаш-Ординцев, вот так вот пишут прямо в советской литературе, но в политической борьбе он был совершенно бессилен против одного жаханжи, одного деятеля партии Аллаш-Орды, образованного юриста. Говорят по бурдюку и мешалка. Говорит, газету «Ужжус» полностью соответствовал уровню развития активистов своей организации. Вожди Аллаш-Орды поносились на ее страницах самым грубым, неприятным языком, то есть чуть ли не матом обзывали деятелей наших национал-патриотических. Работники редакции не всегда понимали, что в запыльчивости, осуждая противника, они допускали недозволенные слова и приемы, и потому прежде всего компрометировали самих себя. Дальше самое интересное пишется. 19 октября 1917 года Мукан Айтпенов вместе с Шаймерденом Альжановым, Абдрахманом Халышпаевым и другими организаторами новой партии, среди которых был и борец Хаджимукан, созвали совещание, на котором с резкой критикой выступили против гнусной деятельности руководителей Аллаш-Орды. Несмотря на свержение царской власти, несмотря на то, что народу объявлена свобода, простым людям, беднякам нет никакой пользы, к власти пришла байская знать, организовала свою партию, это про Аллаш-Орду. Совещание приняло постановление разогнать Акмолинский областной комитет, который не помогает городской бедноте, не выступается за нее и так далее. И под их руководством собралось около 100 городских жителей. Вот эта толпа во главе, в том числе, с Хаджимуканом Монатпасовым, двинулась штурмовать здание областного комитета. Впереди шел Хаджимукан с красным флагом в руках. Демонстранты несли лозунги, на которых были написывания требования бедняков, подошли к зданию, окружили его. Организаторы и вдохновители демонстрации, Айтпенов, Альжанов, Калышпаев и еще человек 10, ворвались в помещение комитета и объявили, что все находящиеся там работники считаются арестованными. Некоторых тут же в сердцах избили, Избили, запомнили? Представителя адвоката А. Турлыбаева на месте не застали. Ну и так далее и тому подобное в этом же духе. Вот, посмотрите на этот памятник, еще раз, который установили в городе Нур-Султане. Памятник борцу Хаджимукану. Где-то рядом стоят памятники нашим действительно героям, руководителем партии Аллаш-Орды. Я не помню, где была новость, но где-то ставили в городе Нур-Султане. То есть, вот, Хаджимукан Мунайдпасов, который в 1917 году, 19 октября, как раз занимался избиением, физическим избиением, по мордам бил, да, вот этих вот наших действительно истинных героев, Аллаш-Ординцев. И вот теперь вот два этих памятника стоят рядом в одинаково пафосных позах. И как вот детям нашим теперь объяснять все эти исторические факты, как рассуждать, как оценивать. Вот это, конечно, недоработка наших вот культурных деятелей, которые стоят в управлении, в том числе и в городе Нур-Султане. Мало вы интересуетесь историей, плохо интересуетесь, плохо штудируете, совершенно спустя рукава, безответственно относитесь к своей работе. Обращаюсь к Акимату города Нур-Султана, еще раз подумайте об этом новом памятнике, памятнике борцу Хаджимукану Моэдпасу. Все-таки я считаю, что вид этого памятника не должен быть пафосным. Он должен отображать трагизм нашей судьбы казахского народа, а не восхвалять все, что, все подряд, все, что происходило тогда. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии, подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на Facebook, Instagram аккаунты, как запасные площадки, помогайте мне финансово в системе Patreon, ссылки на описание, ссылки на ресурс тоже в описании к видео. И до новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok